Ребята, всем привет! Вот мне скажите, вы когда себе скачиваете видео в 4К, вы его тоже на телевизоре в Full HD смотрите? Или покупая какие-нибудь крутые наушники, сначала в вату в ухо засовываете, а потом уже эти наушники начинаете, музыку через них слушать. Вы так делаете, да? Если нет, то я не понимаю, откуда такое желание купить, допустим, объектив за сотню тысяч рублей, ну, может быть, чуть подешевле, да, и накрутить в него дешевый китайский фильтр с AliExpress. Вот откуда эта мания? То есть вы понимаете, что вы делаете? То есть вы практически только что плюнули в душу всем тем инженерам, которые там в Canon, Nikon, Fuji, неважно где, сидят и думают, как бы побольше света пропустить через объектив. То есть фишка в чем? Когда свет проходит через какое-нибудь стекло, через линзу, да, линза — это стекло, то какая-то часть света отражается, то есть там, по-моему, 4%. Так вот, чем больше этих линз, тем больше света не доходит, в конце концов, на матрице. Вот инженеры там себя сидят и голову ломают, как бы так сделать, чтобы картинка снаружи была такая же, как на камере, и они там придумывают хитрое просветление, какие-то новые настройки, чтобы переотражение было меньше и всего остального. И когда они, как раз, вот это придумали и выкладывают конечному пользователю, мы просто берем и простое стекло закручиваем спереди, чтобы все, что они делали, просто пошло лесом. Вот зачем так делать? Для меня это загадка. Вот мы сегодня решили небольшой эксперимент провести. То есть у нас есть оригинальный фильтр Хоя, вот такой вот, вот. И мы купили две, два, да, два фильтра на Алиэкспрессе. Один оказался очень неплохой подделкой, а второй оказался, ну, стандартной подделкой, которую можно найти у китайцев. Поэтому сегодня проведем несколько тестов, посмотрим, чем они отличаются, как их вычислить, если вдруг вы купили поддельный. Вот. И проведем эксперимент на краш-тест, прям вот посмотрим, кто из них выдержит. Потому что и фильтр, в первую очередь, нужен для защиты объектива, передней линзы. Если он не выдерживает, то в чем смысл? Поехали! Итак, вот они три красавца, мало-мало-меньше, да. И качество фильтра, в данном случае, зависит, по-моему, напрямую, сколько вы решили сэкономить. То есть, вот, оригинальный стоит 3,5 тысячи, да, гигантская сумма, да, по сравнению с объективами. Вот это, по-моему, стоит тысячу. Мы специально на Алиэкспресс покупали, да, но вот это совсем, там, какие-то копейки, там, меньше тысячи рублей, там, 400, может быть, 500. Вот. И, ну, и у него все видно. То есть, внешне, внешне практически не отличаешь. Китайцы научились копировать коробки, шрифты, футляр внутренний, да, которым фильтр лежит, он пластиковый такой. То есть, ну, практически все. Они, прям, внешне, если человек не разбирается, не знает, куда надо смотреть, да, то не найдешь, с чем придраться. Ну, в принципе, есть. То есть, допустим, вот этот оригинальный фильтр, да, у него шрифт, который на ободке вот здесь, вот, покажем, наверное, на эту камеру, да, он плавный и не выдолбленный. Вот здесь вот прям то ли гравировка была, то ли еще что-то, то есть, прям, вот, и, во-первых, сам шрифт больше, сам по себе. То есть, он прям разнесен на весь обод. И, во-вторых, он не нанесен, а выдолблен, в самой оправе, и это тоже один из признаков того, что фильтр, на самом деле, не оригинальный. Вот, во всем остальном практически придраться нельзя. Еще у производителей есть такая дурацкая привычка, манера, не знаю, они из раза в раз, из партии в партию меняют цвет просветления и могут вдруг решить, что латунная оправа, которая до этого использовалась, она больше не годится. Мы будем использовать алюминиевую, как вот с Хой, допустим, случилось, да, они вдруг решили, что нужно алюминиевую, при том, что алюминий у него, да, он легче, с ним проще, да, но у него больше шансов закуситься на резьбе. То есть, зачем они так сделали, не знаю, и вот даже по этим признакам их не вычислишь из партии в партию, это не очень хорошо. Другое дело просветление, вот о чем я говорил в самом начале. Вот на эту камеру должно быть хорошо видно, вот три объектива, да, вот этот вот прям как в зеркало можно смотреться, потому что источник, который у меня здесь, он отражает просто на все сто, и сколько там, там свет теряется, я даже представить не могу. Я тут похитрее оказался, но вот видите, допустим, да, он зеленее и чуть-чуть темнее, вот этот практически прозрачный, вот этот вот, это оригинальный. И даже вот на эту разницу, сейчас кину кадр, прям покажем, снято с оригинальным и нет. То есть, разницу видите в картинке? Буквально темнее чуть-чуть, хотя при тех же самых настройках, с того же самого места, в тот же самый, в том же месте, в тот же час, да, разницу видите? То есть, количество света дошло меньше. Хотя тут такая разноперстная картинка, да, то есть, контрастная и светоперепады, прям хорошо видно. Поэтому вот имейте в виду, вот это вот главное влияние дешевого фильтра на итоговую картинку на объективе. Во всем остальном сейчас будет эксперимент, ребята. Итак, опыт номер один, проверка водой. На качественном фильтре, то есть, если вдруг вы попали под дождь, или вам кто-то плюнул в объектив, все капельки, да, вот от слюны либо от дождя должны абсорбироваться в такие маленькие кружочки, да, вы просто потом берете, убираете какой-нибудь салфеточек и идете снимать дальше. А на простом дешманском, китайском, там прям ручьи будут, да, вы трите, не трите, да, а ничего с ним не будет. Вот, допустим, попробуем. Вот берем оригинальный фильтр, Хоя, HD, берем вот так вот и оба! И все капельки красиво вот так вот у нас абсорбировались в отдельные кружочки, которые берем вот так вот и стираем. Вот. Вот этот фильтр меня удивил, он хоть и подделанный, но на самом деле оказалось, что он тоже так умеет. То есть, раз так, может быть, не так круто, да, не такие большие, которые можно убрать, но, тем не менее, они есть. То есть, разница, конечно, есть, но не такая, чтобы вот сильно на нее обижаться. Ну, а теперь самый мой любимый. Опа! Никаких кружочков, там вот как было, так и осталось. Чувствуете разницу? Его потом три, не три, он вот так и будет размазываться, то есть, никакой защиты от влаги, да, у него, по сути, то и нету. То есть, еще и он отлично ловит отпечатки пальцев, эти тоже ловят. То есть, не то, что прям на них совсем оставить нельзя, да, но вот покрытие позволяет от них быстро избавиться. Здесь же, прям вот без лендспена не обойдись, эти же можно простроить рябкой. Даже не знаю, если показывать вам. О! Протер! Видали? Ну ладно, потом покажем отдельно. Вот. Мне Андрей говорит, что не видали, поэтому потом покажем. Ну как? Понравился тест? Переходим ко второму. Опыт номер два будем, на переотражение будем проводить вот на ту камеру, потому что у меня за спиной еще неудачно стоит дедолайт, который выступит отличным контровым. То есть, фишка в чем? Зайцев от контрового поймать может любой объектив, да, в данном случае тот, который мы сейчас пишем. Но, фильтр накрученный на него, он, если добавляет, то он должен делать это очень аккуратно, ювелирно, минимально, либо вообще этого не делать. Вообще он этого сделать не сможет, потому что все-таки какое-то стекло перед объективом появится. А вот его количество, вот мы сейчас посмотрим. Сначала идет оригинальный фильтр. Блик есть внизу, да? Во-первых, там от объектива сам блик был, да? Вот. Есть, но он минимальный. То есть, маленькая такая точечка в нижнем правом углу, она все-таки есть. Тем не менее. Это оригинальный фильтр был. Берем, делаем хорошую, качественную подделку. Блик тоже есть. Он тоже небольшой, но, во-первых, он начинает отличаться по цвету. Ну, там какие-то красно-зеленые у него элементы и цвета встречаются. И плюс он все-таки, ну, чуть более ярко выраженный. Ну и последний. Мой любимый. Там прям не блик, а бличище. Ну, чувствуете разницу, да? То есть, ну, я думаю, даже если бы я не подписывал внизу те оригиналы, где нет, то я думаю, вы бы и так определили, что вносит изменения в картинку, а что нет. Итак, третий тест на сегодня, самый жесткий, это тест на прочность. Потому что Huawei HD заявляет, что их фильтры защитят ваш объектив от любой, ну, практически от любой напасти. И на презентациях и продавцы любят делать вот так вот. Берут фильтр и прямо об угол стола начинают его тереть. После чего берут, протирают и никаких царапин там не остается. Берем неоригинальный. Делаем все то же самое. Ну, тут прям вот. Видали? Что получилось? Вот. Поэтому, скажу честно, вот этот фильтр, да, мне удалось его поцарапать, да, используя стеклянную накладку на стол. Но я прям, прям постарался, да, то есть вот тер-тер-тер, пока не притер. В итоге, сейчас покажу, что выходит. То есть царапина есть, она там на просвет, если я посмотрю сейчас, ее видно. Ну, она должна быть тут. То есть я ее вижу вот так вот, если смотреть. Может быть, подожденным углом вам будет видно. Вот. Но это, ребят, но это не оно, да? Чувствуете? Вот это после стеклянного стола, да? А вот это просто после обычного. Решайте сами. То есть тест на прочность, хоя проходит. Естественно, она не неубиваемая, она этот не супермен, да? Но, тем не менее, если вдруг вы снимаете там, где летит гравий, либо, не знаю, какие-то условия. Мне, допустим, часто очень на свадьбах дети прям в объектив лезут, там, руками, не знаю, ложками, вилками, да всем что угодно. Вот просто человек мимо проходит, и мне это интересно. Вот. То вот эта вот штука объектив спасет. И лучше, чтобы она ткнет в объектив и продолжите съемку без каких-то влияний на картинку, чем она ткнет прямо в открытый объектив, либо в дешевый. И у вас будет вот такая вот на всю оставшуюся жизнь. Решайте сами. Итак, я думаю, я наглядно показал, чем китайская подделка с Алиэкспресс, там, за 500 рублей, отличается от оригинального фильтра, который стоит баснословный 3,5 тысячи, да? Но по сравнению с объективом, с ценой объектива, да, что та сумма, она, в принципе, незначительна. Поэтому я бы все-таки вложился в защиту стекла за 100 тысяч рублей, да, чем потом думал бы, а что бы с ним делать, если вот такой вот. То есть неоригинальный фильтр, да, он накрутится и какую-то защиту для объектива обеспечит, но он внесет также корректировки в экспозицию, как мы показывали уже несколько раз. Он внесет какие-то оптические искажения, вот поймает более крупного зайца, да, в контровом свете. Ну, а если вдруг понадобится защитить от механического воздействия, вы сами видели. То есть оригинал справляется гораздо лучше, чем подделка. Поэтому судите сами, что вам дороже. Переплатить 2 тысячи, 3 тысячи за фильтр, либо потом маяться с ремонтом объектива и заменой переднего элемента. С вами был GitLens, не с новым, а делом. Всем пока, до следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok